Сэми наконец принят договор о фискальной дисциплине Европейского Союза, грозящей принятием новых жестких мер в латвийской экономике. Документ, разработанный лидерами ЕС, Германии и Франции, отвергнутый Великобританией и Чехии, обязывает соблюдать ряд требований, в том числе держать в рамках установленного показателя дефицит бюджета и госдолг. Ключевую роль в принятии Европейского бюджетного договора сегодня сыграли депутаты оппозиционной фракции Союза зеленых и крестьян. Вплоть до последней минуты было неясно, выскажут ли все из них поддержку. В итоге лишь один депутат от зеленых воздержался, остальные проголосовали за, в обмен потребовав улучшений для крестьян. Неоднозначное отношение к новым финансовым правилам и у вису Латвии ТБ ДННЛ. Но здесь также состоялся политический торг. По словам Райвиса Дзинтерса, в обмен на свои голоса нацобъединение заручилось поддержкой премьера по вопросам, связанным с культурой. Напомню, эту политическую силу в правительстве представляет министр культуры Жанна Таяунземегренде. Против фискальной дисциплины проголосовала оппозиционная фракция Центра Согласия. Как в интервью Микс ТВ отметил вице-спикер Сейм Андрей Клементьев, Латвия потеряла часть суверенитета. Никто не скрывает, что это потеря суверенитета. Мы говорим сейчас об экономической схеме, когда государство не сможет самоконтролировать и самопереспределять деньги, которые, возможно, придут занимать в кризисный момент. То есть мы говорим сейчас об тех финансовых средствах, которые могли бы привлечь мы в случае, если у нас дефицит бюджета. В рамках этого документа государство будет очень ограничено в привлечении средств и не сможет свободно идти в большие минусы бюджетные. Я скажу, что большинство стран Европы сейчас живет в минус. И для Латвии, так как страна, которой, скорее всего, не будет возможности нарушать эти правила, это приведет еще больше стагнации, потому что у нас стартовые позиции в Евросоюзе разные. То есть то, что сегодня условно в Испании или в той же самой Греции кризисной считается средний уровень, это считаются у нас богатые люди. Поэтому, ведя даже на всей территории Еврозоны или Евросоюза такие правила, мы всегда окажемся в роли потерпевших, так как мы находимся на другой стадии развития экономического в том числе. В свою очередь представитель правящей партии «Единство» Андрей Юдин расценивает подобные заявления как популизм. Прозвучал такой аргумент, но на самом деле это популизм и демагогия, потому что на самом деле нужно использовать ресурсы, которые имеются, и использовать их, скажем, ответственно. То есть нельзя жить на чужой счет. И сегодня один из выступающих сказал, вот раньше мы жили на свой счет, то есть все было ответственно. Надо все-таки отказаться от принятия этого закона. Почему? А вдруг мы, ну я это понимаю так, а вдруг мы передумаем жить ответственно, вдруг мы захотим жить в долг, то есть тратить больше, чем имеем. А этот договор связывает руки. Так вот я думаю, что жить нужно и тратить деньги ответственно. Нельзя жить за чужой счет. И поэтому принятие данного документа, то есть имеет значение для нашей экономики. Я понимаю, мы не сможем тратить огромные деньги, то есть инфляция, может быть, не будет такой большой, как многие хотели бы, то есть, но на самом деле важно действительно все-таки принимать бюджеты, учитывая ресурс, который мы имеем. Ну а экономисты практически в один голос заявляют, что фискальный договор – это еще один шаг к потере независимости. Так, экономист Дайни Зелманис этот документ назвал смирительной рубашкой. По его мнению, принятие этого договора приведет к негативным последствиям латвийской экономики. Министерство благосостояния готовит поправки для отмены потолков на так называемые мамочкины зарплаты уже со следующего года, заявил парламентский секретарь министерства Арвилс Ашераденс. Минблаг подготовил пакет предложений по улучшению демографической ситуации в стране, и многие из них требуют серьезного финансирования. По словам Ашераденса, отмена потолков на мамочкины зарплаты станет эффективным средством по сравнению с другими мерами, как, например, снижение пенсионного возраста людям с одним или несколькими детьми. Напомню, ранее глава Минблага Илаза Винкеля также высказала осторожный оптимизм по снятию потолков с мамочкиных зарплат. Повлияет ли это на демографическую ситуацию в стране, мы решили выяснить в вопросе Микс ТВ. Несомненно, повлияет, знаю, потому что самой четыре внука, и вижу, как непросто растить маленьких детей. И, конечно, государство, ну, по мере возможности, должно помогать детям. Я думаю, тут должен быть какой-то комплекс мер, только это не должно повлиять на демографию. Возможно, потом опять что-то изменит, опять не будут эти пособия такие большие. Если знать, что это так не будет меняться, как сейчас, тогда я думаю, это главная. Я думаю, что денег зависит, то семья не будет, что будет от жаля, да? Я думаю, что это не главная, потому что все, что могло повлиять на рождение на стране, уже все сделано. Сейчас уже как бы немножко поздновато. Я думаю, что не главное пособие, но пособие – одно из видов, как улучшить эту проблему. Сейм принял во втором чтении поправки к закону о государственных пенсиях, согласно которым пенсионный возраст будет повышаться, начиная с 2014 года, ежегодно на три месяца. Таким образом, пенсионный возраст составит 65 лет в 2025 году, а не в 2020 году, как это планировалось ранее. Министр благосостояния Илза Винкела в интервью МИКС-ТВ привела аргументы в пользу этого непопулярного решения. Аргумент очень, на мой взгляд, серьезный. Это стабильность социального бюджета, чтобы можно было выплачивать пенсии и нынешним пенсионерам, и пенсионерам, которые будут в будущем. Плюс запомним, что социальный бюджет, он предназначен не только для пенсии, а и для других пособий, которые тоже очень важны, например, демографические пособия. И выплата их в полном объеме, которая пока на кризисное время была заморожена, до 2014 года может возобновиться при условиях, если социальный бюджет стабилен. Так что, на мой взгляд, это очень серьезные доводы и аргументы, чтобы принять это непопулярное решение по повышению пенсионного возраста. Отмечается, что такое постепенное и более умеренное повышение пенсионного возраста обойдется государственному бюджету в 2010 миллионов латов. Министр благосостояния Илзы Винкеля призывает Министерству юстиции разработать порядок регистрации партнерских отношений, в том числе для однополых пар. Как пояснила Винкеля, социальные гарантии следует присуждать лишь тем парам, которые официально зарегистрированы. Для этого и следует разработать новый порядок. Во время дискуссии, организованного общества «Мозаика», представитель Минблага Эдгар Корчагин сообщил, что Винкеля поддерживает легализацию однополых отношений и намеренно поддерживает обсуждение данной темы на политическом уровне. При этом участники дискуссии выразили сомнение в том, что Министерство юстиции откликнется на призыв Винкеля. В свою очередь, представитель «Мозаики» Эвита Гоши напомнила, что в этом году в гей-параде примет участие посол США Джудит Гарбер. Это поощрение для латвийских должностных лиц. Руководитель государственного центра содержания образования Гунтис Васильевский на время служебного расследования отстранил от должности директора департамента подготовки государственных экзаменов Ингриду Камарутен. Дело в том, что технические сотрудники центра допустили очередную ошибку в подготовке экзамена по английскому языку. На этот раз в девятых классах, выслав школам неправильную таблицу подсчета результатов, поэтому экзаменационные работы всех девятиклассников будут пересмотрены. В центре содержания образования ошибку объяснили неопытностью недавно принятых на работу специалистов, посетовав, что опытные компьютерщики ушли с работы в центре из-за низкой зарплаты. Рижское региональное управление полиции начало уголовный процесс о злонамеренном использовании служебного положения в корыстных целях против бывшего управления Рижской клинической университетской больницы имени Паула Страдани. Президент Латвийского общества больниц Евгений Калыс в интервью радио «Болтком» отметил, что ни полиция, ни КНАБ никаких подробностей по делу пока не сообщает. Это в компетенции КНАБа, они нам ничего не говорят. Мы пару раз так пробовали узнать, в чем там дело, но они говорят, что это... Мы не те, которым они должны сообщать о таких, ну скажем, процессах. Мы знаем этих работников, которые там работали, но мы не думаем, что там такое что-то очень криминальное. А такой конкретной информации у нас нет никакой. Отметим, до недавнего времени председателем управления больницы был Модрис Дзенет, но он не был переизбран, на эту должность его сменила Рута Валтера. Также было выбрано и новое правление. Как пояснили в Минздраве, финансовые показатели больницы оказались не теми, которых ожидали. В свою очередь смена руководства вызвала протесты персонала больницы. В своем письме его представители обвинили власть в желании назначить своих людей на ключевые посты. Для ежедневного патрулирования трех рижских микрорайонов муниципальной полиции столицы потребуется 740 тысяч латов. Об этом сегодня рассказал Янис Гедушев на заседании в СЭМе. Он указал, что нужно купить шесть новых патрульных машин, а также принять на службу 68 новых сотрудников. Для них придется купить форму и оружие. Вместе все это обойдется в 700 тысяч латов. Напомним, что с 1 сентября рижская полиция приступит к патрулированию трех районов – Пурфтиема, Плявников и Кенгаракса. Председатель комитета по делам сообщений транспорта Рижской думы Вадим Баранек и руководство департамента сообщения сегодня на месте ознакомились с тем, как происходит ремонт улиц в районе Южного моста и магистрального транспортного зла Слава. Должностные лица оценивали уже проделанную работу, а также знакомились с тем, какие улучшения в организации движения даст ремонт. Уже известно, что в ходе строительства транспортного зла Славу удалось экономить примерно 10 миллионов латов. Эти средства используются, чтобы улучшить организацию движения на прилегающей к мосту территории. На завершении выпуска еще об одном событии. Спикер парламента Соловита Аблтани сегодня в Большой вестибюле Сайма открыла выставку работ студентов Латвийской художественной академии, на которых изображены «Слуги народа». Госпожа Аблтани выразила огромную благодарность молодым художникам, отметив, что нельзя однозначно выделить какую-либо конкретную работу, так как они выполнены в разных стилях и техниках. Эта инициатива очень хорошая, потому что и дает и молодым художникам посмотреть на политику, на депутатов. Они, очевидно, все-таки как люди более все воспринимают эмоционально. Я думаю, что они воспринимают и не только как мы выглядим, но и какое-то существо, чем кто занимается, как кто говорит. Я думаю, что эту инициативу будем продолжать. Если художники будут готовы нас рисовать, то я думаю, что и в следующем году тоже будет такая выставка. Студенты Академии, начиная с января этого года, присутствовали на заседаниях и делали наброски рабочих моментов в парламенте и портретов депутатов. Выставка будет доступна еще две недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова